Здравствуйте! В эфире программа «Герои нашего времени». Сегодня в гостях на Аризон ТВ певец Иракли. Знакомьтесь, Иракли Персхалава, более известный как Иракли. Родился 13 сентября 1977 года в Москве. В 2010 году окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент в музыкальной индустрии». Во второй половине 90-х был участником поп-группы «Тет-а-тет». В 2003 году принял участие в музыкальном телевизионном проекте «Фабрика звезд», благодаря которому появился хит «Вова Чума». За ним последовали и другие успешные хиты «Лондон», «Париж» и «Время». В конце 2004 года выпустил свой дебютный альбом под названием «Лондон, Париж». В середине 2005-го выходит его новый хит «Капли абсента». В 2011 году в дуэте с Бьянкой родился трек «Белый пляж». Спустя год записанный с Дашей Суворовой сингл «Не любовь». Презентация третьего альбома Иракли под названием «Ангелы и демоны» состоялась в 2016 году. В 2019 году исполнитель присоединился к лике «Стар, пожелавший обновить» хит 1996 года. Весной 2021 года артист записал песню «Просто дождь» в дуэте с Марией Вебер. Иракли снял клип на лирическую композицию «Целься и стреляй», в которую вложил особый смысл и рассказал историю, как когда-то убивал свою любовь. А в преддверии 2023 года певец представил песню о Боге «Утешение» в рамках проекта «Метаморфозе». В этом году Иракли выпустил песню «Слава Богу за все». Иракли, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать. У нас в Молдове. Приветствую вас. Вы уже не первый раз в Кишиневе. Не первый раз. Как вам Кишинев? Ну, скажем так, каждый раз, когда я узнаю, что я лечусь сюда, я всегда рад, потому что, во-первых, не могу сказать, что много, но есть крутые друзья. Вот крутые не относительно того, что они крутые, хотя они крутые, но для меня, в моем сердце они крутые. В моем сердце они крутые. И очень много воспоминаний, очень много воспоминаний по Кишиневу. Поэтому я всегда рад и сейчас прилетаю сюда. А есть у вас любимые какие-то места в Кишиневе? Ну, во-первых, Кишинев так быстро меняется, он так развивается, что, мне кажется, когда я первый раз приезжал, это были одни места, а сейчас уже совсем другие. Поэтому не могу сказать, что есть какие-то места главные люди. Но в Гагаузе вы будете первый раз. В Гагаузе в первый раз. И мне очень многие мои друзья, Гагаузе, написали, что ты у нас на родине. Допустим, Саша Новин, актер, который сейчас снимается и снимает кино невероятное. И он сегодня мне позвонил, говорит, братан, как я хотел был быть с тобой. А мы с ним были на последнем герое вместе участвовали. Это город, в котором я родился, ты там будешь выступать, передай им привет. Вот, еще один мой трюк, который сейчас живет в Турции, тоже. Ну, так получилось, что много друзей. Вы сейчас живете в Грузии, ранее вы жили в Испании. Вообще, какая страна вам ближе? Откуда вы все знаете, я не понял. Вы знаете, я очень люблю Испанию, скучаю. Но Грузия, в каждой стране есть свои плюсы, свои минусы. И в Испании, и в Грузии, есть плюсы, есть минусы. Но Грузия – это непередаваемая, родная какая-то земля. Я помню, когда мы переехали с Москвы в Испанию, и я детям через месяц-два проживание спросил, ну, как вам здесь нравится? Говорит, да, пап, здорово. Ну, лучше бы мы переехали бы в Грузию, сказали они. Как говорится, устами младенца глаголит истина. Прошло время, и мы оказались в Грузии. Ну, и мы счастливы, наверное. Несмотря на то, что, ну, ничего не бывает. Жизнь, она ершиста. Она не настолько пушиста, она может казаться пушистой, но она ершиста. То, что происходит в мире, настораживает. То, что происходит в мире, заставляет грустить. К сожалению, этим какими-то негативными веяниями заражаются люди. Они забывают о том, что они люди. Они начинают много негативить. Это все заражает друг друга, как вирус. Ну, я счастлив, что в Грузии как-то такое ощущение, как будто бы мудрость побеждает. Несмотря на то, что есть разные люди, и в Грузии тоже. Вот, какая-то мудрость есть в Грузии. И я очень рад. Но многие вас знают как певца, но при этом вы еще и предприниматель. Расскажите, вот что ближе. Чем больше я занимаюсь бизнесом, тем больше я начинаю любить творчество. И свою настоящую первую работу. Мне кажется, человек должен заниматься любимым делом. Так уж получилось, что я начал экспериментировать. И не жалею об этом. Результаты клевые. Но я так люблю все-таки свою настоящую работу. Я это понял. Раньше не понимал. Нужно, наверное, что-то сравнение, чтобы было, для того, чтобы оценить что-то, что у тебя есть. Иной раз. И как-то мой друг сказал, ответил мне, типа, я что-то сказал, типа, ладно, ребят, я поехал на работу. А что он сказал, какая у тебя работа? У тебя не работа, у тебя просто высокооплачиваемое хобби. И я сейчас понимаю его слова, что это значит. Правда так. Потому что, когда работа любимая, у меня часто на сцене после крутого концерта, когда невероятная атмосфера, когда люди поют с тобой, когда я получаю фантастическое удовольствие от происходящего, у меня возникает серьезный вопрос. Мне должны платить за это или я должен за это заплатить? За такое надо платить, мне кажется. То есть люди должны быть благодарны за то, что... Я должен быть благодарен... Я благодарен Богу за то, что я имею. Это счастье невероятное. Но, наверное, к этому и вот ваша последняя песня, которая вышла. Слава Богу за всем. Это не только к этому, это ко всему вообще. Она пришла сама ко мне. Я ее не писал. Я являюсь типа автором, как написано. Но мне язык не поворачивается сказать, что... Я же не сел, ничего не сочинял. Она реально пришла. Она как-то вот так пришла. И долго не могли написать слова на нее. И вот наш тандем... Грузино-армянский. Сыночка моя невероятная. Она с первого раза побахнула и написала. И причем она говорила, Ирак, не суди строго, это... Мне кажется, у меня не получилось. Я такой, ты можешь прислать уже? Ну, прислай, ты говорю... Это в десятку, малыш. Я считаю, что я очень горжусь этой работой. Это, наверное, самая моя крутая песня, которая когда-либо у меня была. Ну, одна из. Ну, вот я так понимаю, что осенью у вас тоже сейчас планируется такой крутой проект. Это запуск альбома на все эти песни. Вы как-то совмещаетесь с тем, что у вас было. Перенесем. Скорее всего, это будет в новом году, да. В новом году. Потому что сейчас планируется несколько релизов, нескольких песен. Мега крутых. Я очень рад. Я при вкушении в афлору будет нереально. Нереально. Это будет просто бау. Кто вам помогает над реализацией? Вы работаете уже несколько лет, я правильно понимаю, над этим? Альбомом. Да, вы знаете, альбом это просто... На сегодняшний день альбом это не сильно актуальная вообще, в принципе, история. Альбом это для нас, для олдов, для олдскулов. Это важный какой-то такой информационный момент альбом. Давно уже система превратилась в сингл, релиз, релиз, релиз. Уже нету компакт-дисков, нету пластинки выпускают для имиджа, допустим. Поэтому, когда выйдет, тогда выйдет. Должно быть все органично. Но фактом является то, что я развиваюсь как относительно духовной музыки, относительно поп-проекта Ираклия Перцхалава, параллельным курсом. И я считаю, что творчески я сейчас наиболее счастлив. А какие песни будут в этом альбоме? Ну, концепция альбома Back to the Future, Назад в будущее, это старые песни в современном звучании. Я очистил права на ряд как советских, российских, так и иностранных треков, допустим. В альбоме будут песни, допустим, Deepish Mode, которые я посвятил 40-летию группы, которую очень люблю. Причем в каждом концерте я исполняю песню Deepish Mode одну, но выпустил я песню совсем другую, неожиданную. И что самое крутое, что я обратную связь получил от Мартина Гор. Я не верил своим глазам, когда мне прислали письмо, что он просит, чтобы, ну, попросил мне какую-то корректировку сделать, чтобы я пел своим голосом. Не измененным электронным голосом, а своим. И как, я говорю, Мартин Гор знает, как я пою, и он просит меня спеть с вами. Я говорю, я уже лечу в студию, вы чего? Это просто что-то невероятное. Это чудо. Это так приятно. А что вас вообще вдохновляет, чтобы вы вот так летели в студию? Люди. Вы говорили как-то женщины, что еще? Ну, вот ваша супруга вас вдохновляла на определенном периоде. На самом деле партнерство. Любое партнерство. Вот, допустим, у меня есть мой... У меня есть несколько ребят, с которыми работают по аранжировкам, но когда мы сидим в студии с моим братишкой Сашей Варданяном, когда мы вдвоем вместе в студии, кто с нами находится рядом, они прямо заражаются какой-то энергией, потому что это происходит действительно какой-то творческий оргазм. Я по-другому назвать не могу. Это прямо два художника работают, и все, кто наблюдает, они молчат вот так, с такими глазами. И мы сами эту... Ну, мы сами эту... Не можем наесться этим партнерством, этим взаимоотношениям, как это все рождается. Это необъяснимо для кого стоит. И когда такое партнерство существует, ничего не нужно, чтобы тебя вдохновляло. Достаточно просто увидеться, встретиться и начать что-то делать. Оно само начинает по себе. Вот как вода течет, она же течет, вода. Не задаешь вопрос, а что тебя вдохновляет на то, чтобы ты текла вода? Теку, ну, вот я вода, ручей, пшшш, идет. Такая же история. Вот если так посмотреть, начали вы первый раз на сцену, вышли в пять лет. Спустя вот эти годы. Как вы считаете, все-таки, какое достижение наиболее было яркое в вашей жизни? Я надеюсь, это достижение будет впереди. Во-первых, мое достижение не связано с наиболее крутое, не связано с творчеством. Оно связано с жизненными моментами. Самое мое крутое достижение, что я дважды отец. Это самое крутое. Вообще, моя самая главная профессия – это отец, родитель. Вторая – певец. Но вы все-таки даже детям прививаете в том числе любовь к музыке. Это пример от мамы? Нет, я не прививаю ничего. Но я так поняла, что они занимаются. Они занимаются, но это их любовь, и это их выбор. Моя задача, как родителя, дать попробовать одно, второе, третье. Выбирай. Это твоя жизнь. Ты должен сам, как художник, красить эту картину, рисовать ее. Ну, вот и все, украшать ее. И я очень часто себе задаю вопрос, а не навязываю ли я что-либо? Для вас важно не навязывать. Я права не имею. Я такое право не имею. Но, слава богу, они любят все. Они любят и музыку, и спорт. Они любят, ну, они очень разносторонние, многогранные. И это в невероятном наблюдать. Это моя гордость. Александр играет на фортепиано на гитаре. При этом они играют в баскетбол, футбол, занимаются разными видами спорта, единоборствами. Шикарно плавают. Два красавца невероятных. Я ими горжусь. Это мега круто. Но петь вас научила мама? Ну, мама вообще научила меня всему не только петь. Ну и, конечно, петь тоже, потому что она сама прекрасно поет, играет на фортепиано. У нее очень музыкальная душа. Она четко чувствует фальшь. И, что самое главное, она меня научила не просто петь, а петь, чтобы душа была в песне. Петь с душой, с сердцем. Пропускать все через душу. Вы в нескольких интервью уже сказали, что вы всегда чувствуете, когда артист выходит вот с этим ощущением, что он хочет поделиться своей энергией, своими эмоциями вот искренне или когда фальшиво. И получается, вот вы сейчас говорите то же самое и про маму, то есть вы похожи все-таки на маму. Мне это вообще кажется, что я ни на маму, ни на папу не похож, но мне все время говорят обратное. Папины родственники говорят, вылитый отец, мама говорит, вылитый отец, а отец говорит, вылитая мама. Я запутался. Я не знаю, на кого похож. Сейчас над какими песнями вы работаете? Несмотря на то, что, как я и говорил, что я иду параллельным курсом относительно того, что есть проект «Ирак и Пресхалава», к которому люди привыкли, но с недавних пор у меня возникла ценность создания музыкального материала, который славит Бога. Да, и слава Богу за всю песню, утешение, покаяние с отцом Серафимом, я понимаю, что это совсем другой уровень, другой левел абсолютно. И у этого уровня есть одна проблема. Исполнять песню «Покаяние» или «Ангелы двух границ» или «Слава Богу за все» в живье почти невозможно. Это мега сложно, несмотря на то, что это невероятно приятно, когда еще идет взаимодействие с залом. Ну, сложно это петь, потому что настолько идет углубление в душу, настолько эго отключается и настолько идет соединение с теми вибрациями, которые высокочастотные очень, они божественные, что связки могут просто находиться в состоянии конвульсии из-за слез на глазах и из-за мурашек на теле. Это невозможно. То есть у меня есть пару хитростей, которые я поделился с отцом Серафимом, он смеялся, но я не буду их говорить. Для того, чтобы спеть и удержаться на плаву во время пения, а не уйти в свои эмоции, в свои воспоминания. Потому что люди плачут. Это непросто, очень непросто. Поэтому я, честно говоря, мы готовим большой сольный концерт с отцом Серафимом, и я еще пока не понимаю, как я буду это петь. Я не понимаю. А вы эмоциональный человек? Я эмоциональный человек. Я всегда открыто показываю свои эмоции. У меня на лице все написано. Я врать... Я почему не вру, знаете? Я не умею. Мне плохо это получается. Поэтому даже если я буду врать, это видно. А когда после не расплакали? Если я смотрю какой-то фильм, я обязательно плачу. Какой-то крутой фильм. Я вообще считаю, как-то моя мама остановила моего сына, сказала по-грузински, не плачь, ты же мужчина. Я говорю, а в чем разница? Он смеется. Это его эмоция. Он плачет. Это его эмоция. Почему мужчина не должен... Почему? Это такая же эмоция, как любая другая. Почему стыдно? Это должно быть стыдно. Почему мужчина не может плакать? Он может. Я не запрещаю ему. Ты тоже не запрещай, пожалуйста. И она такая задумалась. Блин, нас по-другому учили, Рокли. Но ты прав. Я был счастлив это услышать от мамы. Потому что кавказское воспитание, да, оно такое, суровое немного. Суровое. Не строгое, а суровое. Но в этом и есть проблема. Я вообще, да. Значит, ты должен затупить свою эмоцию. Но есть же вот два мнения. Одни говорят, что вот показать эмоцию – это слабость. А другие говорят, что показать эмоцию – это сила. Потому что не каждый может не стыдиться своих эмоций и не переживать о реакции окружающих. В зависимости, наверное, от ситуации. В зависимости от того, кто ты. Если ты какой-то дипломат или политик. Да, может быть, ты выдашь себя. Или ты игрок в покер. В зависимости от того, кто ты. Я счастлив, что у меня та профессия, что, в общем-то, наверное, в моей ситуации – это сила. Открыться. Раскрыться. Показать. Потому что, мне кажется, ведь человек находится в панцире только тогда, когда система защиты включена. Система защиты включается от чего? От того, что уже был какой-то негативный опыт. Тебя ранили. Ты боишься раскрыться? Ну, разве можешь ты быть счастливым, если ты не раскроешься? Разве сможешь ты добиться каких-то невероятных достижений? Если Колумб бы сидел в тихой гавани, он бы никогда не открыл Америку. Расскажите о работе с Максимом Фадеевым. Мы очень давно не общались. Иногда встречаемся случайно. Какие-то пару фраз. Давно не общались. Я думаю, что у нас взаимное уважение дистанционное. Как говорят родины и родителей, иной раз нужно любить издалека. Что меня удивило, что вы как-то сказали, что вы бы не хотели быть продюсером, потому что сама по себе профессия продюсера, она неблагодарная. Это правда так. Но разве не благодаря этой профессии ты можешь помочь раскрыть другому талану? Это правда. Но это большая радость раскрывать артиста, показывать его миру. Но зачастую, опять-таки, эго взлетевшего артиста иной раз не сильно позволяет благодарно вести себя по отношению к человеку, который тебя раскрыл для мира. И вообще-то вечная проблема. Единицы из продюсеров... Единицы, вот я сейчас вспомню, продюсерский мир, и теми механизмами, которыми они заставляли, скажем, так артиста продолжать с собой, в общем-то, сотрудничать с тобой, эти механизмы не сильно резонируют со мной. В какой период жизни у вас прошла переоценка ценностей? Это происходит часто вообще, в принципе. Ну, самое главное, наверное, я скажу, это когда у меня родились дети. Тогда переоценка наступила. И к каким выводам вы пришли? Самое главное, мне сложно было вообще летать на гастроли, потому что я был так счастлив. Я хотел каждую секунду... Два месяца я искал, меня вообще не трогать. Я дома, я хочу видеть, как меняется мой ребенок. Вот, и у меня мега-крутые отношения с моими детьми. Мы прямо друзья. Но при этом я папа. Можете ли вы сказать, что вы друзья, потому что у вас было такое, как вы говорили, суровое воспитание, и вам не хотелось его перенимательно детей ретранслировать? Ну, Важа Пшавелла, величайший грузинский поэт, сказал, воспитывай своих детей как врагов, и ты получишь настоящих преданных друзей. Отчасти. Ну, не совсем как врагов, да. Но, мне кажется, должно быть симбиоз, коктейль, хороший коктейль любви и дисциплины. А готовы ли вы, вы были бы на еще одного ребенка? Наше мужское дело не хитрое. Я готов. Не то, чтобы к одному. Вообще, дети, это самое прекрасное. Если я был бы женщиной, я бы не терял бы время, я бы рожал бы, блин. Каждый год, каждый год. Это самая крутая вещь. Вообще не понимаю, как... Ну, это, наверное, вот эта вещь, она несоизмерима с нашей нынешней реальностью. То есть, если вы скажете, ну, любой другой женщине, она в первую очередь там хочет какое-то достижение, какую-то карьеру построить, а потом уже детей. Ну, наше время. Мне жаль, очень, что женщина занимается самообманом. Почему самообман? Потому что проходит время, я знаю большое количество женщин, которые, как вы сказали, занялись карьерой, очнулись в 42, и понимая, что времени на самое главное не осталось. Потому что надо найти любовь. Не родишь же от первого встречи. А в 42 уже другие претензии. Высокие планки поднятые. Мне кажется, наши родители в те времена, когда не было фейсбуков, не было социальных сетей, тиндеров, были более счастливые. И же с ними. Они рожали раньше. Их был институт семьи. Ну, он сейчас разрушен, наверное. При трансгуманистическое время, когда, как в песне, советская песня была, что типа, у меня сестренки нет, у меня братишки нет, что же будет на земле через сотни тысяч лет, когда мода на детей совсем пройдет. Это вы как раз об этом. И мне грустно. Очень за тех людей, которые не смогут испытать самое невероятное счастье. Популярность, деньги, машины, квартиры. Кайф от этого очень быстро проходит. А кайф от детей, он только развивается. Давайте дополняем предложение. Моя мечта заключается в том... Даже не знаю, о чем я мечтал. У меня такое ощущение, как будто у меня все есть. Но вы знаете, как-то говорят и так, что до тех пор, пока у нас есть мечта, мы живы. Поэтому очень важно о чем-то всегда мечтать. Значит, сейчас я открутил систему защиты. И даже сознательно не могу сказать, какая мечта. Но, возможно, у меня их много. И сейчас я не могу сказать вам, что конкретно. Но я задумаюсь над вашим вопросом. Мне нужно придумать себе мечту. Спасибо. Спустя годы я осознал, что? Спустя годы я только осознал, возвращаясь к песне. Слава Богу за все. Что бы ни происходило, слава Богу за все. Близкие, родные, живы, здравы. Все остальное. Все те какие-то проблемы, которые нам сегодня кажутся проблемами. А завтра мы будем благодарить Господа за то, что эти проблемы были. Потому что сделал нас сильнее. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Я желаю вам, конечно же, чтобы совсем скоро вышел ваш альбом. Будем его ждать. И чтобы он произвел фурор. Спасибо. Сегодня в гостях у программы «Герой нашего времени» на Аризонт ТВ был певец Иракли. Смотрите нас каждую субботу на Аризонт ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok